Всем привет, друзья и близкие пользователи криптовалюта Докоин. Очередное видео с очередной сделки по многочисленным просьбам россиян, казахов, украинцев, латышей и наших эстонских коллег. В прямом эфире показываю, как я покупаю очередную машину за Докоины, как происходит сделка и что мы делаем. Как правильно проводить сделки в криптовалюте Докоин. Рядом со мной находится Павел, он продавец, продает машину, я являюсь покупателем, машина Peugeot 407. Вопрос для начала, почему, Павел, вы решили не за евро продавать машину, а решили продавать машину в криптовалюте? Потому что я поставил ту цену, которая меня устраивает. При Балтике и у нас в Сталине все больше и больше мест появляется. Ну и помимо этого Докоин постоянно растет. А мест каких появляется все больше и больше? Разных абсолютно. Где можно тратить Докоины? Где можно тратить Докоины, получить какие-то услуги, покушать, где-то отдохнуть и так далее. То есть ты решил не заморачиваться с тем, чтобы ждать и долго продавать ее за евро, а продать ее за даги быстро, при этом получив деньги, да, криптовалютные сразу же, чтобы была возможность их тратить в других местах, потому что их много уже в других мест появляется, правильно? Правильно. И потому что даги растут в своей цене постоянно. То есть это еще и инвестиции. Ну вот примерно вот такая логика присуща многим людям, которые делают сделки в Докоинах. То есть мы покажем вам, как у нас будет происходить сделка купли-продажи земельного участка в ближайшее время, помещений и прочее, прочее, прочее. То есть мы уже неоднократно разные сделки проводим за криптовалюту Докоины. Во-первых, это очень удобно. Во-вторых, это очень выгодно. Выгодно для продавца с тем, чтобы ему не заморачиваться, с тем, чтобы там полгода ждать покупателя искать. И выгодно для покупателя, потому что покупатель, в данном случае я, когда-то, два года назад, покупал криптовалюту по значительно более низкой цене. И, конечно, мне выгодно тратить ее, покупая разные продукты, товары, услуги. Теперь переходим к деталям. Как происходит сделка? Значит, все сделки, как я уже говорил, все сделки в криптовалюту ДакКоин происходят через платежную систему ДакПей. Платежная система ДакПей. В данном случае Павел является мерчантом, верифицированным компанией. И у него есть такая возможность, у него установлена наша платежная система платформы ДакПей, через которую удобнее всего осуществлять подобные вещи. Для чего это делается? Для того, чтобы компания видела, что это сделка. Когда вы перекидываете монеты между собой в кошельке, это не сделка. Это перекидка монет между собой в кошельке. Вот это то, что проходит через ДакПей, это является сделкой в понимании компании. Чтобы вы четко это понимали. Это касается деятельности каждого мерчанта, это касается деятельности любого человека, который говорит о том, как провести сделку. Вот сделка проводится через ДакПей. Пожалуйста, запомните это раз и навсегда. Теперь, как правильно оформлять. Показываю детали. Вот через ДакПей есть кнопочка, называется email invoice. Видите? Вот здесь является хозяин этой всей истории. Он может принимать деньги через POS, point of sale. Это кассовый чек выдается в барах, ресторанах, гостиницах. Если мы говорим об одноразовой сделке, где сумма является больше, чем за кофе, за чашку и за стейк, то, естественно, делается это через куплю-продажу, через ДакПей. Соответственно, выставляется счет, пишется число, ставится сумма. У нас в Эстонии НДС составляет 20%. Естественно, указывается кошелек, на который переводятся деньги. То есть ДакПей является транзитным центром, который оставляет транзит ваших денег, получаемых вами, на ваш кошелек основной. Ну и, естественно, описание сделки. То есть, по-эстонски Auto Os Nuuk, это значит договор купли-продажи машины. Естественно, указывается номер машины. Также он указывается вот здесь. То есть, объект. Ну и, естественно, цена. 10 тысяч евро плюс Tax, VIT. И получается цена в Дагах. И получается цена в евро. Что делает Павел? Павел нажимает кнопочку Send Invoice. Продавец. Вот она ушла. Ушла она ко мне на почту. Видите? Теперь я подхожу, беру свою почту. Заходим ко мне на почту и смотрите, что мы видим. Что мы видим? Мне на почту пришел счет. Только что. За одну секунду. Видите, как удобно, быстро все. За одну секунду пришел счет. Вот число, детали. Видите? Все, 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 все. Description, описание. Что делаю я? Я нажимаю на кнопочку Pay Now. И оплачу со своего телефона сейчас этот счет. Сейчас мы возьмем, сделаем видео с другого телефона. Я возьму свой телефон и оплачу этот счет. Через секунду мы к вам вернемся. Итак, еще раз показываю, как мы это делаем. Получили счет. Нажали на кнопочку Pay Now. У нас загорелась вот эта штучка. Открываю свой телефон. Естественно, нажимаю точно так же, как я нажимаю везде, в любом другом мерчанте. Нажимаю на эту штуку и сразу появляется на экране сумма, которую надо заплатить в DAG за автомобиль. Естественно, нажимаю на эту кнопочку, на экране появляется вот такая штука. Поближе немножко, чтобы было видно. Вот это и платежка. Покажу. Вот Confirmed. Плюс платежка на телефоне. Это является свифтовкой, это является платежкой. Здесь Confirmed. Здесь то же самое пришло в подтверждение, что счет оплачен, то есть приходит квитанция на почту к продавцу через секунду о том, что счет оплачен. Теперь мы показываем, как после того, я оплатил машину, как мы ее переоформляем. Заходим на услуги, вот там он, по-моему, я так понимаю, да, на услуги третьих лиц. Видите, это самое, поближе. Стоит старый владелец, новый. Поближе, да, покажи. То есть в Эстонии настолько все удобно сделано, что просто продавец подписывает сделку купли-продажи. Он получил от меня только что деньги. Сейчас он подпишет дигитальную услугу. В данном случае происходит это очень просто. На мобильный телефон приходит код, его подтверждает. Код подтвержден. Ну, код мы вам показывать не будем, естественно, по телефону, потому что это коммерческая тайна, информация, интимная информация каждого человека. Видите, подписано. Старый владелец только что на ваших глазах подписал сделку купли-продажи. И это означает, что происходит смена владельца, оплатить госпошлину. Оплачиваем госпошлину. Точно таким же образом происходит оплата госпошлину. Нажимается на кнопочку Судбанка, я так понимаю, никакого. Ну, дальше мы не будем вам показывать коды, потому что это, это, ну, понятие, понимаете, да, что это пароли, коды. Это частное дело уже каждого человека, естественно, никто на телефон, на экран, свои коды показывать не будет. Но суть заключается в том, что, грубо говоря, прямо сейчас на ваших глазах отправлено уведомление на телефон. Скажите, какое уведомление на телефоне выводите? Видите, на телефон приходят уведомления, человек просто подтверждает, да, вводит в код, ну, через несколько секунд госпошлина оплачена. Ну, вот так происходит у нас в Эстонии сделка купли-продажи машины. Ну, сколько у меня сейчас заняло время? Наверное, 2-3 минуты. Вот, вся эта процедура у нас заняла ровно 2-3 минуты для того, чтобы купить в криптовалюте, оплатить цену купли-продажи автомобиля. Через Дакпей, через несколько секунд, продавец получил самую быструю монету в мире. У нас самая быстрая монета в мире. Ну, и, соответственно, техпаспорт с новым владельцем придет уже ко мне домой через 2 дня с новыми данными. Вот, все. Собрались, сделали, попили кофе и пожали друг другу руки. Спасибо за сделку. И до встречи в эфире. До свидания. Это все о тебе. Это все о тебе.